Короче, чтобы вы понимали, я хочу спать. Я пытаюсь восстановить режим сна, чтобы не ложиться ранним утром, и поэтому сейчас я записываю видео, чтобы не заснуть. Думаю, логично я разъясняюсь. Режим сна — это самое худшее, что может быть. Я вам на полном серьезе говорю. Для многих из вас, возможно, это пока что неизведанная площадь, но поверьте, засыпать рано утром и просыпаться поздно вечером — не то себе чувство, особенно учитывая, что после этого вы будете всю ночь не спать. И самое главное, что вы всю ночь будете сидеть одни, в темноте. Ну, почти одни, может, кто-то рядом будет ходить. И всю ночь вы проведете, считай, за компьютером. Потому что вам будет делать нечего. И либо играть, либо смотреть фильмы, либо ничего. Ну, это опять же ситуация, когда вам, по сути, никуда не надо. У меня такая ситуация почти каждый день. Почти каждый день. Но так как у меня зачастую днем дела, мне надо восстановить режим. И как я это делаю? Есть, короче, два способа. Один пидорский, другой нормальный. Пидорский — это какой? Вы должны использовать снатворное. Да, не самое прикольное, но это решает многие проблемы. Просто перед сном, там часов в восемь, вы его принимаете и засыпаете часов на восемь-девять. Но в этом, опять же, есть минус, потому что лучше не употреблять снатворное, если его там врач вам не разрешает. Поэтому лучше уточните. И второй способ, самый нормальный, мужской, это продержаться больше двадцать четырех часов. То есть, например, вы проснулись поздно вечером, и вы держитесь до позднего вечера следующего дня. Казалось бы, что может быть проще? А вот ни хера. Буквально где-то через часа два я начну такое сидеть и думать, ну, может быть, прилягу в кроватку на пару минут, а потом проснусь поздно вечером. И так каждый раз. Я не знаю, как я это делаю. Я просто немножко прилег и просыпаюсь в другое время. И понимаю, что, сука, зачем я это сделал? Именно из-за этого я зачастую, чтобы восстановить режим, занимаюсь какими-нибудь вещами. Например, я иду гулять, кушаю очень много причем, потому что если ты кушаешь, ты не хочешь спать. Ну, в моем случае. Монтирую видео или убираюсь дома. Короче, вариантов дофигища. Но все равно это чувство, когда ты хочешь спать, но не можешь, потому что понимаешь, что тебе нельзя. Иначе тебе будет потом хуже. Убивает. Самое интересное, что раньше такого у меня, по сути-то, и не было. Когда я жил с родителями, и когда, соответственно, учился в школе, было лишь одно. Ты ложишься, когда хочешь, а просыпаешься в одно время. Если не проснуться сам в это время, ты получаешь от родителей. Поэтому у меня никогда не было такой проблемы, всегда режим у меня был клевый, и все было замечательно. Но как только я поступил в университет, все пошло наперекосяк. Начнем с того, что первый семестр у меня был второй сменой. То есть я должен был приходить в университет 12 часам зачастую, а уходить оттуда часов в 6. Это самая нормальная ситуация там. Но были предметы, на которые надо было приходить в 8 часов, либо в 9. И кажется, ничего особенного. Но вот подумайте, вы приходите из университета часов в 8, ложитесь спать в 2 часа ночи. И вы должны проснуться часам к 7, чтобы успеть в университет. Да, я тогда жил очень далеко от универа. Это на самом деле не очень-то и клево. В результате у меня даже была ситуация, когда я начал думать. Проебать или не проебать? Вот в чем вопрос. Да, я на полном серьезе. То есть я просыпался, смотрел на время, думаю, Эээ, вторая пара. Пофиг, первый прозрал, второй забываю, ну посплю еще немножко, четвертую успею. В результате я просыпался уже, ну, уже поздно было, короче. И даже была ситуация, когда я один раз чуть не получил по щам из-за этого. Какая была ситуация? У нас была лабораторная по физике. И нас разделили на пары. Я был в паре с одним своим другом, но не суть. Я был в нашей паре, скажем так, что-то вроде самого ответственного на гражданина, потому что он действительно самый ответственный. И у меня была наша лабораторная. И надо было ее принести, иначе бы нам бы наш преподаватель дал бы по щам. Условно. Он просто бы нас сильно отругал, поставил бы фига долгов. Возможно, потом нам просто припомнил бы это. Короче, был бы очень плохо. И как вы думаете, что я сделал? Я почти проспал. То есть надо было приехать, по-моему, часов 8, а я не приехал. И 8.10 мне звонит мой друг, говорит. Алло, Макс, здорово, ты где? Ты типа опаздываешь. Чувак, я это, проспал. В смысле проспал, блядь? Быстро нахуй в университет или тебе пизда? Ну, чувак, я спать хочу. Быстро, блядь! Даже вся группа удивилась, потому что я доехал до университета за 10 минут. И я не знаю, как я это сделал, потому что обычно я ездил до университета за 40 минут. Возможно, дело было в том, что я ехал рано утром, но все равно все охерели. Лишь небольшая мотивация не получить пизды, и ты будешь где угодно. Нет, конечно, я понимаю, что он не дал бы мне по щам, но я что-то в тот момент не думал. Сонный был. Или помните, я вам рассказывал о преподавателе, который в школе мне, ну, условно разрешал спать на его уроках? Так вот, дело-то в том, что я спал, потому что, ну, я хотел спать. У нас были у него уроки 8 часов утра. И спасибо ему, Господи, что он разрешал поспать мне субботним утром на его предметах. Хотя, за это он меня очень сильно троллировал зачастую. Она мне пофиг. Хотя, в принципе, если жить ночной жизнью, ну, то есть по днём, как я сейчас это делаю, хотя я пытаюсь избавиться от этого, есть тоже свои преимущества. Но правда, если только вы играете в игры. Потому что ночью, если во что-то плейте, то вы встретите достаточно мало неадекватов. И это плюс играть ночью. Особенно утром, когда все в школе, вообще никого нет. Но меня это как-то не особенно устраивает. Но знаете, всё-таки больше всего не нравится то, что я, ну, бодростную ночью моей девушке. Потому что она очень чутко спит. Прям настолько чутко, что если даже муха прилетит рядом, она может на неё заорать и сказать же в этом стиле «Не мешай спать!» И чтобы понимали, в редких случаях я могу снять видео ночью, хотя мне это надо. Или, например, сидишь там, играешь во что-то, крикнешь на кого-нибудь, и как будто из-за стены вылазит голова и говорит «Заткнись, сука!» То есть один раз я на полном серьёзе чуть не испугался её, когда сидел, играл, играл. Я бомбанул, и она кладёт руку мне на плечо. Вот тогда меня очень неплохо передёрнуло. Восстанавливать режим сна — это очень фигово. И хотелось бы, чтобы была какая-нибудь кнопка у человека, чтобы просто вырубаться. Это бы решило все мои проблемы. Но, к сожалению, такого нет, и единственный шанс восстановить мой режим — это использовать силу воли. Ну и не подходить к кровати. Субтитры создавал DimaTorzok